добрый день сегодня мы снова поговорим про сон а именно о том как полезно спать он необходим для выживания и мы дольше можем прожить без еды чем без сна на животных было показано что если не давать им спать то нарушаются различные процессы например крыса худеют и это при неограниченном доступе к пище у них нарушается регуляция температуры у них нарушается иммунитет развивается инфекция и через две-три недели у крысы умирают получается что сон важен для очень многих соматических функций действительно он нужен для регуляции углеводного и липидного метаболизма он важен для регуляции баланса автономной нервной системы но также мы прекрасно знаем насколько сон важен для поддержания нашей умственной работоспособности потому что одни из первых эффектов депривации сна это нарушение когнитивных функций эмоциональных процессов и консолидации памяти однако пожалуй только до до открытия лимфатической системы было непонятно все таки почему настолько быстро возникает вот эти нарушения при депривации сна и почему по крайней мере для человека 10 11 дней депривации сна могут привести к необратимым изменениям мозга и наконец-то в двенадцатом году глимфатическая система была открыта в частности было показано что когда мы спим примерно в полтора раза расширяются переваскулярные и межклеточные пространства в мозге и ток интерстициальной спинномозговой жидкости примерно в два раза усиливается то есть начинает работать фактически такая канализация мозга которая удаляет продукты обмена веществ почему это важно мы хорошо знаем что в нашем теле есть лимфатическая система которая удаляет отходы но долго время считалось что в мозге лимфатической системы нет было непонятно как же такой активно работающий орган освобождается от продуктов обмена и вот почему-то эта канализация работает но по крайней мере два раза быстрее два раза интенсивнее во время сна здесь можем видеть что при введении трейсеров бодрствования вот он показан желтым цветом он распространяется но распространяется в общем-то на какие-то небольшие расстояния а во время сна во время сна вводился зеленый трейсер за такое же время он распространяется намного шире вот здесь даже показан график значит насколько сильнее он распространяется во время сна по сравнению с бодрствованием и здесь показана энцефалограмма вот в частности этот трейсер лучше всего распространялся во время глубокого сна вот здесь мы видим глубокий сон дельта волны а вот это энцефалограмма характерная для бодрствования ну и вот различие вот этих состояний различие г маркеров этих состояний таким образом наконец-то сомнологи получили реальные доказательства того что сон это не просто неактивное состояние это не просто ничего не делал не а в общем то какой-то активный и очень важный жизненно важный процесс интересно что в этой же работе было показано что такие вещи да то есть вот такая вот активная работа глимфатической системы она связана не только со сном но и с подавлением норадренергической системы то есть прошлый раз мы говорили о том что синее пятно и норадренергической системы это такие вот такая важная система поддержания бодрствования но если вводить антагонисты норадреналина то вот это глимфатическая система она начинает работать так же активно как и во сне вот схема ну вот по крайней мере перевоскулярных пространств по которым во сне усиливается ток жидкости и они образованы отростками астроцитов вот в этих каналах да как бы образованных этими отростками там есть аквапарины это каналы которые пропускают молекул воды причем в определенном направлении и действительно в основном глимфатическая система она вот образована такими перевоскулярными пространствами вот такими каналами вокруг сосудов и в основном вот эти токи жидкости они конечно зависят от пульсации сосудов и в общем-то как каждая пульсовая волна в артериях артериолах она в общем-то как бы проталкивает вот эту жидкость в определенном направлении на самом деле открытие лимфатической системы вызвало вау работ ну что работать и в итоге с нарушениями работы этой системы стали связывать и возрастные изменения и различные изменения в мозге при тех или иных заболеваниях но надо сказать что все таки во многом эта теория на самом деле гипотеза что она постулирует она постулирует что вот эти вот стоки жидкости вот мы здесь видим артериолу и мы видим венулу и в здоровом мозге существует такой по крайней мере во время сна такой вот направлен ток жидкости такой вот выраженное течение от артериол к венулам и именно вот этого течение то есть вот как такая река пущенная через авгиевы конюшни она и смывает продукты обмена в том числе желтеньким тут показан бета-амилоид и это течение задается фактически но только аквапаринами которые здесь до пропускает воду внутрь насчета здесь как бы наоборот наружу то есть из мозга в перевоскулярное пространство но если ток по перевоскулярным пространством был очень неоднократно показан то вот эта часть но она в общем-то не было показано и здесь глимфатическую теорию довольно сильно катекует поскольку вряд ли аквапарины и способны создать вот такое течение которое действительно вот сможет что-то смыть не очень понятно что здесь происходит и да действительно аквапарины важны во многих работах было показано что когда снижается их экспрессия глимфатическая система работает хуже и в частности была даже такая работа которая показала что при депрессии может нарушаться экспрессия аквапаринов здесь мы видим плотность распределения аквапаринов у контрольных мышей и у мышей с хроническим стрессом то есть это как бы мышиная модель ангидонии мышиная модель депрессии хронический стресс и у контрольных мышей бета-амилоида в итоге меньше у мышей с хроническим стрессом он хуже выводится он больше накапливается в тканях здесь было несколько контролей были помимо депрессивных мышей мыши с антагонистами аквапаринов то есть в общем как бы довольно убедительно показано что аквапарины важны но видимо есть что-то еще потом на самом деле вот 2015-2017 годах стали появляться работы которые говорят о том что на самом деле лимфатическая система в мозге все-таки существует и она была открыта еще паула москания в начале 19 века да он показал сосуды как в оболочках мозга и вот эти вот сосуды например в твердой оболочке мозга они были как бы переоткрыты уже и в наше время в том числе показаны у человека но возможно также существуют лимфатические сосуды и в ткани мозга по крайней мере есть такой припринт Оксаны Семячкиной-Блужковской и ее коллег это наши соотечественники из Саратова похоже им все-таки удалось найти лимфатические сосуды в мозге вот здесь показано что они с помощью маркеров специфичных именно для лимфатических сосудов но не для кровеносных прокрасили вот такие вот образования это лимфатический сосуд и вообще вот эта группа она очень активно работает у них очень интересные доклады они есть в сети там даже можно посмотреть их видео и видео вот таких вот сосудиков которые пульсируют поскольку у них есть стенки и они действительно могут вот как бы создавать вот это давление и вот это движение жидкости которая в общем какие-то вот отходы может вымывать из мозга ну правда это пока припринт но наверное он скоро будет опубликован далее было показано что для такого удаления бета-амилоида и того белка важен именно глубокий сон то есть третья стадия ортодоксального сна или дельта сон вот когда в энцефалограмме мы видим высокоамплитудные дельта волны и здесь было показано что даже одна ночь с подавлением глубокого сна тут на утро делали пункцию спинного мозга и брали спинномозговую жидкость на анализ и после такого нарушенного сна бета-амилоида достоверно больше чем после ночи контрольного сна когда сон не нарушался они также показали что достаточное количество сна тут как бы уже вот была вот выборка с помощью оксиграфии что они писали группу людей и сравнивали людей с хорошим сном с высокой эффективностью и с плохим сном с аргументированным или недостаточным и у людей с плохим сном было больше и бета-амилоида и тау белка спинномозговой жидкости то есть по-видимому действительно важен глубокий сон и вот как раз то состояние когда больше всего дельта волн про дельта волны мы уже говорили в прошлый раз но это в общем-то такие на энцефалограмме они выглядят вот такими весьма высокоамплитудными явлениями и они образуются чередованием периодов вот либо молчание больших популяций нейронов когда они неактивны либо периодами когда большие популяции нейронов форм разряжаются и на самом деле это не просто какой-то холостой режим работы мозга это в общем-то состояние которое специально поддерживается и в его поддержании участвовать несколько нервных центров в прошлый раз мы говорили что генерации такого дельта ритма участвуют гамкоэргические нейроны базальной области переднего мозга там есть гамкоэргические нейроны которые поддерживают бодрствование и вот есть популяция гамкоэргических нейронов которые поддерживают именно ортодоксальный сон также генерации такого дельта ритма участвуют гамкоэргические нейроны коры и у них есть рецепторы в частности к аденозину то есть вот к таким как бы фактором гомеостатической регуляции сна и соответственно дельта ритму как мы уже говорили он усиливается в тех областях коры до которые вот что не были более активные ну и помимо этого в регуляции дельта ритма его синхронизации участвует таламус то есть он действительно зачем-то нужен и конечно хочется как-то связать вот этот дельта ритм то есть это в общем-то напрашивается с работой лимфатической системы если бы это удалось мы получили бы такой на самом деле маркер который легко регистрировать да это всего лишь энцефалограмма и который позволяет судить о такой вот важной вещи как работа к лимфатике поэтому есть работы в которых пытаются эти две вещи связать и действительно было показано что колебания и спинномозговой жидкости и кровенаполнения мозга они связаны с электрической активностью интересно что изменение электрической активности они как бы предшествует вот этим колебаниям болт ответа и вот пульсации спинномозговой жидкости здесь вот видно что пик медленной но это на самом деле сверх медленная активность мозга он на 6 секунд предшествует пиком вот этих двух сигналов вот эти волны это на самом деле не дельта ритм сна да у которого частота от 0 5 до 4 герц а это фактически огибающая вот этого дельта ритма то есть это колебание частотой около 20 секунд и правда это все регистрировал четвертом желудочке то есть но в такой области где колебания спинномозговой жидкости они очень-то такие самые выраженные но если посмотреть локально в коре то есть в общем-то ближе к той энцефалограмме который мы регистрируем возможно там тоже существует связь между дельта активностью и интенсивностью работы глимфатики но вот частности группа семячки на глушковской вот недавно у них вышла такая статья где на мышах они действительно попытались посмотреть как работа глимфатики в частности увеличение проницаемости гематоэнцефалического барьера отражается в эгре ну и по их данным в общем действительно есть связь между амплитудой дельта волн интенсивности насчет вот этих вот процессов и тут в общем то становится понятно почему существуют механизмы поддержания сна да если вот эти вот функции настолько важны а это ни много ни мало как очищение мозга от продуктов обмена и надо сказать что глимфатическая система она не только удаляет ненужное во время сна еще и закачивается в мозг поставляются очень многие нужные вещества в частности гликоген и видимо если есть возможность да то сон надо поддерживать поэтому как мы говорили в прошлый раз на какие-то не очень интенсивные или не очень значимые стимулы мы получаем вот такой вот как комплекс то есть вот такую вот дельта высоко амплитудная дельта волну после которой если стимул был незначимый и не пробудивший да то есть если если скажем так победили центры сна да они центры бодрствования если мозг решил что можно поспать дальше то после такой волны мы видим углубление сна надо сказать что вот мы в нашей лаборатории проводим эксперименты в ходе которых мы как-то людям мешаем спать или мы их будем и если писать при этом энцефалограмму то видно насколько сильно мозг сопротивляется пробуждению в частности мы подаем звуки и звуки достаточно громкие но как правило место пробуждения мы видим такой здоровенный к-комплекс часто после этого еще и серию к комплексов и как правило сон после этого даже наоборот углубляется то есть дельта волны они становятся больше приходится увеличивать громких звуков но на самом деле спящий мозг довольно быстро привыкает к повторяющимся звукам и это уже перестает работать приходится придумать что-то новенькое бывает что мы зовем человека по имени но иногда звуки не помогают и приходится даже трясти то есть здоровый сон действительно умеет хорошо себя защищать интересно что дельта волны вот во время вот этих вот даун стейт во время этих периодов когда большие популяции нейронов молчат мы на самом деле отрезаны от внешнего мира потому что внешние стимулы не доходят до нашего мозга то есть по вызванным потенциалом можно видеть что они не вызывают ответа и вот такие дельта волны по крайней мере высоко амплитудные они несовместимы с нашими сознательными процессами поскольку во время таких даун стейт кортикокортикальной связи нарушается анализ информации невозможен и видимо действительно вот именно такой режим работы мозга он как-то способствует лучшей работе гримфатической системы да то есть вот во время сна начинает течь вот это течение которое уносит и продукт домена да и наши мысли и если бы нейроны в это время продолжали работать активно то лимфатическая система видимо так интенсивно не смогла бы работать дальше еще одна функция сна которая сейчас уже не вызывает сомнений это регуляция эндокринных и метаболических процессов здесь можно видеть что во время сна и бодрствования совершенно различные паттерны секреции многих гормонов здесь синим обозначены периоды ненарушенного ночного сна красным выделены периоды депривации сна то есть это время ночью когда человеку спать не давали и желтым выделены периоды дневного сна когда человеку дали возможность это спаться днем и здесь мы видим что некоторые гормоны их паттерн секреции он зависит прежде всего от сна да вот например гормон роста и так это гормон роста и это пролактин и во время дневного сна их секреция почти такая же как и во время ночного сна при этом есть гормоны профиль секреции которых подчиняет прежде всего циркадианному фактору это кортизол и это тереотропный гормон видно что он зависит не столько от сна сколько от времени суток ну и есть процессы которые связаны и со сном и с циркадианным фактором вот в частности это уровень глюкозы надо сказать что это уровень глюкозы он измерялся при постоянном внутривенном введении глюкозы то есть фактически этот график отражает потребление глюкозы тканями то есть ее уровень высок во время сна да когда а мы знаем что во время по крайней мере медленного сна во время глубокого сна этаполические процессы идут не настолько интенсивно дальше в бодрствование глюкоза активно усваивается тканями и ну вот такой какой-то промежуточный график мы получаем уже когда человек отсыпается днем и похожий график отражает инсулинорезистентность тканей и действительно уже начиная с конца прошлого века стало понятно что нарушение сна оказывают выраженный эффект на метаболические и эндокринные процессы причем было показано что даже одна ночь частично депривации сна здесь сокращали сон до четырех часов и это уже вызывало значимые изменения в толерантности глюкозе то есть организм хуже усваивал глюкозу мы тоже проводили аналогичные эксперименты и мы показали что даже частичное подавление глубокого сна только глубокого приводит к значимому снижению толерантности глюкозе еще и к изменению секреции некоторых гормонов вот здесь можно видеть гипнограмму ненарушенного сна ну практически ненарушенного мы только два раза будили человека ночью для взятия проб слюны и гипнограмму сна когда мы подбуживали осторожно подбуживали стараясь избегать полных пробуждений человека во время третьей стадии то есть мы как бы переводили его во вторую в итоге глубокий сон снизился примерно наполовину и в общем-то нам удалось не сильно увеличить время бодрствования во сне но такого сокращения глубокого сна было достаточно для того чтобы толерантность глюкозе значимо снизилась то есть через час после сахарной нагрузки мы видим что глюкоза крови все еще остается повышенной то есть она куша усваивается и оказалось что такие вмешательства в сон они еще и увеличивают секрецию мелатонина ночную секрецию мелатонина ну а на самом деле мелатонин поскольку он его секрет в эпифизе запускается волокнами симпатического нерва и он зависит от симпатического тона то есть вот от активности да в частности вот этого центра бодрствования также мелатонин синтезируется серотонина и было показано что он зависит от уровня от неклеточного уровня серотонина и вообще от активности этой системы получается такая парадоксальная ситуация если мы ночью человеку мешаем спать то есть фактически как бы стимулируем эти центры бодрствования то секреция мелатонина в эпифизе усиливается но конечно при условии что это происходит темноте потому что синтез секреции мелатонина подавляется ярким светом вот как раз через ретиногипталамический тракт и это как бы не очевидно да сейчас многие принимают препараты мелатонина и считается что он помогает от всех болезней принимает в частности его для того чтобы улучшать свой сон но на самом деле нарушенный сон он часто сопровождается наоборот повышением мелатонина а мелатонин конечно хорош но только ночью и утром он должен снизиться кстати за утреннее снижение мелатонина по крайней мере частично видимо отвечает вот эта область это тоже центр сна это дофаминергические нейроны но именно во второй половине ночи они участвуют в подавлении секреции мелатонина почему дело в том что дофаминергическая система хотя это как бы система поддержания бодрствования но тем не менее она активируется в том числе и во время парадоксального сна и поэтому в норме утру мелатонин должен снизиться и тогда проявляется его скажем так вот проспективно проспективное да то есть досроченное скажем осроченные по-русски эффекты немедленный эффект мелатонина это ингибирование аденила циклазы и как результат снижение например секреции инсулина ну а также многих других гормонов то есть по сути мелатонин как гормон темноты да он снижает интенсивность тех процессов которые связаны с бодрствованием и которые обычно реализуются днем и но фактически они не нужны ночью поскольку ночью мы обычно едим поэтому высокий уровень инсулина нам очень-то тоже не нужен да вот этот процесс он ну скажем так приглушается поэтому действительно ночью у нас сниженная толерантность глюкозе и кстати если мы принимаем мелатонин днем да то мы тоже толерантность глюкозе понижаем сейчас вот в инструкциях мелатонину стали писать что его в общем-то надо принимать вечером а днем в общем-то как-то совершенно незачем и интересно что утром когда мелатонин наконец-то снизится наоборот происходит гиперсинситизация вот этого пути и получается так что по-видимому сон нужен еще и для того чтобы подготовить организм к бодрствованию снизить интенсивность каких-то процессов чтобы с наступлением утра с приходом бодрствования ну они в общем-то шли как-то более активно чувствительность тканей да в общем-то каким-то веществом наоборот повышалась и например если это вот результаты тоже наших экспериментов если мы мешаем спать мы получаем также снижение тестостерона и снижение кортизола опять-таки это происходило на фоне высокого мелатонина по-видимому это тоже вот проявление такой вот регуляторной роли мелатонина так ну и наконец роль сна поддержание умственной работоспособности неоднократно было показано что один график почему-то пропал но ладно неоднократно было показано что сон положительно влияет на память в частности если использовать задание на декоративную память то после периода сна действительно человек помнит больше чем если бы он вот этот период не спал и например смотрел фильмы или занимался в общем-то какой-то другой активностью то есть даже если проводить эти эксперименты днем да и проводить эксперименты с дневным сном то после периода сна человек будет помнить немножко больше правда вставал вопрос о том все таки что это всего лишь защита нашей памяти наших свежих следов памяти от интерференции либо это какая-то активная роль в консолидации памяти если применять задачи на процедурную память да например учить человека каким-то моторным навыкам ну например печатание последовательностей из цифр то после периода сна этот навык он даже будет немного улучшаться то есть так процентов на 15 на 20 но действительно это печатание оно будет происходить быстрее поэтому часто музыкальной школе учительницы музыки они советуют детям вот не просто перед уроком позаниматься обязательно позаниматься ну хотя бы накануне да там за день до занятия потому что на следующий день вот эти как бы улучшения они будут больше выражены и действительно депривация сна нарушает формирование памяти вот тут график уцелел и здесь видно зелененьким показана показаны результаты группы которая после тренировки ночь не спала и после такой бессонной ночи в общем-то они показали плохие результаты тогда как люди хорошо поспавшие показали результатом несколько раз лучше интересно что дальше вот значит эти же это была декларативная память значит эти же тесты предъявлялись несколько течение нескольких дней и когда не спавшей группе дали отоспаться да и они пришли вот на четвертый день все равно их навык был значимо хуже чем у людей которые поспали после обучения тут коричневым показано значит их тоже тестировали навык немножко улучшался но действительно вот эта картинка она показывает что сон важен для формирования памяти но на самом деле не очень понятно и даже до сих пор в деталях не ясно как это происходит и какие конкретно процессы вот связаны именно со сном настолько важны для нашей памяти девяносто четвертом году было показано что во время ортодоксального сна вот имеет место реплей то есть как будет повторение тех паттернов активности и именно тех нейронов которые были активны бодрствования например если крыса бодрствования обучалась проходить по лабиринту и искать пищу значит в определенных точках этого лабиринта у нее активировались определенные нейроны гиппокампа в определенных точках и вот такие вот последовательности активации этих нейронов и даже примерно такие же паттерны можно наблюдать во время сна следующего после обучения это послужило в общем то таким вот толчком к изучению роли сна в консолидации памяти кстати эта же группа через несколько лет показала что на самом деле вот такой же реплей такой же повторное проигрывание можно зарегистрировать во время парадоксального сна то есть не только медленный сон для этого нужен ну и в тринадцатом году вышла работа это на самом деле огромный обзор то есть тут почти 100 страниц и цитируется около полутора тысяч источников вот такой обзор подытоживающий в общем огромное количество исследований по этой теме но надо сказать что результаты этих исследований оказались все-таки не настолько однозначны да ну вот как бы авторы пишут что да мы теперь уже можем утверждать что сон сильно играет активную роль консолидации памяти то есть это не просто защита от интерференции там вот все-таки происходят какие-то активные процессы которые вот эта вот память приобретенной в отчествовании да ну и мы знаем что в общем-то консолидация памяти так или иначе она начинается в отчествовании но сон видимо как-то ее систематизирует как-то ее стабилизирует и в общем по-видимому эти следы становятся прочнее в итоге они предлагают такую схему где связывают вот в частности вот некоторые из маркеров сна да и дельта волны которые мы регистрируем во время глубокого сна и сигма веретена они их связывают непосредственно с формированием памяти схема говорит о том что сначала новые свежие следы памяти они формируются гиппокампе а потом переносятся в хранилище долговременной памяти именно в этом переносе сон играет какую-то очень важную роль действительно если регистрировать одновременно активность гиппокампа и активность нейронов коры то можно увидеть что характерная для гиппокампа активности так называемые риплы такие вот очень частые колебания они синхронизируются с сигма веретенами сигма веретена они тоже очень часто совпадают по времени с дельта волнами и был ряд исследований где было показано что вот как вообще вот сама представленность сигма веретен во время сна значит она коррелирует с хорошим запоминанием так и синхронизация в частности риплов и сигма веретен ну таких следов было довольно много хотя в общем то они все скорее какие-то коррелитивные и опять таки здесь мы можем сразу заметить что речь идет об ортодоксальном сне но не говорится о парадоксальном действительно с функциями парадоксального сна все намного сложнее ортодоксальный сон себя реабилитировал да в конце концов была открытая лимфатика и это уже доказало его значимость а парадоксальный в общем до сих пор вот как-то он себя не проявил надо сказать что еще в нулевые годы довольно много было попыток связать декларативную память с ортодоксальным сном а а вот консолидацию например процедурной с рэмом и вот в этом обзоре эти исследования тоже приводится но не получилось оказалось что процедурной памяти вот медленный сон он тоже важен и даже более важен чем рэм по некоторым данным дальше пытались парадоксальный сон связать с консолидацией эмоциональной памяти действительно были работы в которых показано что у пациентов с птср с посттравматическим стрессовым расстройством значимо меньше продолжительность парадоксального сна чем у здоровых людей и может быть именно поэтому у них не угошается вот аффект да потому что какие-то эмоциональные события которые мы переживали днем действительно на утро после хорошего ночного сна они могут казаться уже не такими травмирующими ну как и не такими радостными да то есть вот какой-то эмоциональный накал он после сна по-видимому может снижаться но с эмоциональной памяти тоже все неоднозначно и довольно много исследований по этой теме проводилось но результаты их довольно противоречивые далее ну если действительно сон помогает консолидации памяти видимо это должно проявляться в усилении каких-то связи во время сна но оказалось что скорее во время сна происходит наоборот ослабление силы синапсов уменьшение экспрессии рецепторов ну например ампорецепторов и все не так однозначно поэтому возникла теория синаптического гемеостаза танония суть ее в том что сон нужен прежде всего для регуляции синаптического гемеостаза и не столько для консолидации ну вернее как бы усиление связи между каким-то нейронами сколько для ослабления связи но по-видимому не очень нужных и они вот в этой статье 14 года приводят данные самых разных работ которые говорят о том что во время сна уменьшается экспрессия ампорецепторов уменьшается уровень фосфорилирования также это проявляется и величине вызванных ответов если на протяжении бодрствования они растут и причем увеличивается как бы именно становится более крутым наклон вот этих вызванных ответов то есть они как бы развиваются быстрее что тоже говорит о большем количестве рецепторов а большей силе синапсов то на протяжении сна они наоборот снижаются ну и также количество шипиков и даже количество количество шипиков на дендритов значит оно тоже растет в бодрствовании и уменьшается во время сна то есть по-видимому какие-то ну наверное не настолько нужны да какие-то синапсы какие-то шипики во время сна удаляются и по-видимому есть какие-то процессы которые и указывают на те связи которые нужны и соответственно связи которые можно удалить поэтому ну вы знаете давайте мы тогда про реактивацию памяти после перерыва поговорим да а сейчас тогда прервемся и так что же определяет какие синапсы выживут и даже может быть усилиться во время сна а какие синапсы исчезнут некоторых работах было показано что важна реактивация конкретных синапсов и конкретных нейронов во время сна то есть если вспомнить работы вильсона да покажа показавших что во время сна можно зарегистрировать реплей то есть как бы повторную активацию тех нейронов и тех их паттернов которые мы наблюдали бодрствование можно заключить что наверное этот реплей он важен для консолидации памяти и были работы которые пытались ну как бы оценить значение вот этих процессов вот в частности была проведена такая работа в которой мышки делали отверстие черепе и через него можно было наблюдать отдельные дендриты и даже их ответвление в течение часов и даже суток ну по мере того как мышь например обучалась какому-то навыку вот частности она училась удерживаться на вращающемся стержне роторода и можно было найти вот те веточки которые связаны с конкретным навыком да вот например удерживаться на стержне когда он вращается вперед соответственно можно было найти веточку которая в этом навыке не участвует то есть на той веточке который участвует на ней образовывались новые шипики вот тут они показаны такими белыми стрелочками конечно некоторые шипики могли пропасть вот в частности такими пустыми стрелочками показаны шипики которые в течение вот этого периода да пока я до веточку наблюдали они почему-то пропадали и были веточки которые в данном конкретном навыке не участвовали то есть у них в общем-то новых шипиков не формировалось и сначала авторы показали что сон действительно важен для выживания вот таких вот новых новых шипиков которые получились в процессе тренировки по крайней мере после депривации сна их выживала меньше но дальше они показали что по виду ему имеет значение реактивация тех нейронов которые были активны при обучении во время последующего сна и во многом она определяет выживут шипики или нет вот в частности они наблюдали активность различных нейронов в пассивном бодрствования во время сна который предшествовал тренировки во время тренировки и вот уже во время сна после тренировки и вот здесь показана активность этих нейронов а здесь было показано ну выживаемость выживаемость новых шипиков в различных условиях ну например когда после обучения следовала интерференция вот здесь показано желтым например если сначала мы обучали удерживаться на стержне вращающимся вперед а потом следовало обучение как сразу да вот после первого навыка обучение удерживаться на стержне который вращался назад есть такая интерференция она мешала выживанию новых шипиков также мешало применение блокатора вот эти столбики они показаны этот синеньким но интересно что когда они посмотрели на нейроны как они ведут себя во время сна после тренировки да то например те нейроны которым применяли блокатор при тренировке они в общем то во время последующего сна были неактивны те нейроны которые были активны значит и во время тренировки во время последующего сна там формирование шипов происходил лучше поэтому был сделан вывод о том что вот такой вот реплей да ну конечно в той работе это в общем то не был реплей это было очень просто как уровень их активности но можно сказать что вот такая реактивация она в общем играет какую-то важную роль в консолидации памяти поэтому было на самом деле довольно много работ в том числе и с участием людей в которых пытались вот эту реактивацию значит как-то изучить и даже вот создать методы с помощью которых в общем то каждый каждый мог бы ночью себе какие-то значит важные навыки реактивировать были какие-нибудь английские слова которые вы через днем напоминать себе во время сна ведь ну как же мы так боремся за даже какие-то небольшие улучшения нашей памяти и был поставлен такой эксперимент добровольцы запоминали карточки но это как бы такой вот тест на декларативную память где открываются карточки и нужно запомнить где лежат одинаковые одинаковые картинки да вот в каких каких точках и при обучении им подавался запах какой-то конкретно запах например запах розы обучение происходило на фоне такого запаха то есть как бы этот запах он ассоциировался вот с этим обучением и дальше во время сна значит снова этот запах предъявляли то есть пытаясь как бы вот контекстом напомнить может быть освежить какие-то следы памяти было несколько контролей была группа которая обучалась без запаха да запах предъявлялся во время сна была основная группа где запах предъявлялся именно во время ортодоксального сна и даже преимущественно во время глубоких его стадий кстати именно в этом эксперименте они выявили значимое улучшение припоминания на утро были также эксперименты где запах напоминался во время парадоксального сна но на память это никак не повлияло но и наконец был эксперимент где вот этот вот запах ассоциированный с обучением напоминался во время бодрствования опять-таки это тоже никак не улучшила память ну и да конечно были еще как бы контроле где вот предъявлялся какой-то значит другой запах да там допустим не розы а допустим мяты не помню уже конкретно какой то есть по-видимому вот такое напоминание контекста обучения во время ортодоксального сна действительно может как-то способствовать запоминания многие попытались проводить сходные исследования вот в частности запоминаниями слов иностранного языка мы в нашей лаборатории пытались таким образом с помощью реактивации влиять на развлечение похожих трудно различимых звуков но нас конечно не всегда удавалось добиться результата мы тоже сначала получили неплохое влияние реактивации наши добровольцы учились различать трудно различимые звуки вот действительно даже людям с хорошим слухом их было сложно различать дальше во время дневного сна во время ортодоксального сна мы эти звуки повторно предъявляли но так достаточно тихо чтобы они не будили человека и смотрели как это отразится на различение этих звуков после сна на скажите сначала действительно получили примерно десяти процентное улучшение распознавания но дальше этот эксперимент мы уже проводили немножко по-другому получилось так что добровольцы спали у нас дольше и этот дневной сон получался глубже и вот последующих экспериментах мы не произвели не воспроизвели наш результат на самом деле со сном не так-то просто работать поскольку сон крайней мере глубокий имеет инерцию если человек спит хорошим глубоким сном из которого вот как мы уже с вами видели сложно пробуждаться эффект инерции сна то есть замедление вот многих когнитивных процессов ухудшения внимания ну такого как бы и совсем полного бодрствования он может сохраняться до 40 минут по некоторым данным даже до часа поэтому тут конечно нужно так вот построить эксперимент чтобы избежать инерции сна ну и надо сказать что да сейчас вот опять-таки тоже методов реактивации памяти в продаже до сих пор нет по-видимому это оказалось не так уж эффективно далее опять-таки до сих пор мы не знаем какова роль парадоксального сна в консолидации памяти мы знаем что периоды ортодоксального и парадоксального сна они несколько раз сменяют друг друга в течение ночи в среднем каждого человека за ночь проходит около четырех циклов сна то есть таких вот чередований ну у кого-то три цикла у кого-то пять то есть по видимо вот эта последовательность она тоже имеет какое-то значение например некоторые исследователи считают что парадоксальный сон он должен как бы для закрепления вот он нужен для закрепления вот этой консолидации памяти до основная консолидация идет наверное в данными но вот рем он закрепляет вот этот эффект сложный вопрос но вот например была такая работа где регистрировали активность нейронов гиппокампа и также как вот мы с вами уже говорили про обзор танони и про его теорию синаптического гемиостаза было показано что частота вот разрядов этих нейронов она растет в бодрствовании до во время сна она снижается но когда посмотрели что конкретно происходит во время вот разных фаз на оказалось что она снижается неравномерно вот здесь как бы такой кусочек вырезан и представлен здесь можно видеть что на протяжении ортодоксального сна она на самом деле немножко подрастает но вот как и бодрствования потом наступает парадоксальный сон и идет такое резкое снижение частоты разрядов потом она снова немножко подрастает во время следующего периода ортодоксального сна но уже не так сильно да потом снова снижается и на этой картинки вот представлена вот эта вот активность нейронов виде таких вот спектров видно что во время обычного сна значит действительно частота разрядов растет во время парадоксального сна она снижается и дальше это происходит снова так что на самом деле мы пока мало знаем о функциях сна вот конкретно в консолидации памяти и опять-таки результаты вот этих работ на человеке они достаточно противоречивы и недавно появился вот такой вот припринт эта работа в которой участвовали очень многие авторы и многие из них в частности ян борн лиза гензель это исследователи которые много лет занимались проблемой консолидации памяти и ян борн изучает эту проблему с 90-х годов но они решили что наверное все таки дело вот не сходстве методик да то есть это вот как бы эта работа это в общем-то попытка пересмотреть да может быть вот различие методов различие условий повлияло на результаты может быть надо вот выработать какие-то просто вот более правильные парадигмы и тогда все получится но опять-таки если мы вспомним роль сна регуляция углеводного обмена да и влияние нарушений сна на секрецию многих гормонов тут как бы стоит задаться вопросом если мы как-то воздействуем на сон может быть дело не столько в консолидации памяти сколько в том что вот момент припоминания состояние состояние человека оно как-то изменилось если даже незначительное нарушение сна приводит к снижению толерантности глюкозы то есть они снижают биодоступность глюкозы может быть все таки поэтому человек показывает худшие результаты на память то есть дело не в том что самого сна было меньше или он был хуже да а дело в том что просто хуже себя чувствует и не способен сконцентрироваться и тем не менее вот это слайд который как-то вот подытоживает да вот некоторые функции сна и работы которые были написаны по этому поводу действительно если мы восстанавливаем сон человека у которого он долгое время был нарушен а как это можно сделать это можно довольно легко сделать у пациентов с абстрактивным апноэ сна при абстрактивном апноэ сна люди не просто храпят ночью а у них западают ткани гортани и перекрывают гортань то есть в итоге воздух перестает поступать да человек фактически перестает дышать и он делает как судорожные пытается сделать вдох да то есть него движется грудная клетка но воздух не поступает и приходится просыпаться при пробуждении вот тонус вот этих мышь вот этих вот тканей восстанавливается и человек снова может вдохнуть в результате вот таких людей до 200-300 пробуждений за ночь можно зарегистрировать то есть конечно их сон очень сильно нарушен и в итоге страдает очень многие функции во-первых таких пациентов как правило повышенное давление из-за того что у них практически нет глубокого сна у них не происходит вот такой характерный для глубокого сна снижение симпатического тона повышение парасимпатического баланс автономной нервной системы нарушается и они страдают от сердечно-сосудистых заболеваний эти пациенты как правило в группе риск по диабету второго типа или у них уже потом развивается диабет второго типа также часто это эректильная дисфункция это действительно приводит к риску развития болезни альцгеймера и у них также вот фиксирует нарушение в эмоциональной сфере на самом деле сейчас вот такое обструктивное апноэ сна довольно легко исправить например с помощью сипапа такого устройства которое немножко увеличивает давление воздуха ротовой полости и человек может нормально дышать и у этих пациентов довольно быстро восстанавливаются многие функции которые до этого в течение долгого времени были нарушены в частности намного лучше становится с регуляцией давления они наконец-то начинают худеть да хотя вот до сипап терапии там ну даже диеты обычно не позволяет таким людям сбросить вес то есть это в общем то такая вот иллюстрация того насколько сон важен для нас и и действительно стоит потрудиться для того чтобы его нормализовать да но есть на самом деле вот поскольку у нас есть еще время хотелось бы сказать о такой вот альтернативной точки зрения на роль сна в нашей жизни и это в общем то точка зрения такая вот эволюционная ее разрабатывают юрий панчин и владир мадвеевич к вальзон вообще стоит послушать конечно доклады владир мадвеевича они есть сети и это такой вот нестандартный взгляд о том что вот изначально в эволюции сон появился для того чтобы вот организовывать такие вот периоды адаптивной неактивности ну поскольку мы живем на планете земля и у нас чередуется темное и светлое время суток получается что для большинства животных вот какое то значит из этих периодов оно оказывается более благоприятным а какой то из этих периодов оказывается менее благоприятным кому то проще кормиться в светлое время суток кому то темное да еще эти периоды они тоже резко развлечаются по опасности безопасности с каким то животным в светлое время суток существовать безопаснее меньше вероятность того что их съедят или меньше вероятность того что они будут растоптаны просто попадутся кому то под ноги поэтому возникла такая точка зрения и кстати вот владир матвеевич он каждый раз подчеркивает что фактически они развивают идею зигеля зигель это известный сомнолог и вот в 2009 году у него вышла статья о том что сон это может быть вот такое состояние адаптивной неактивности в итоге получается что сон сродни гибернации торпору панатоидным реакциям когда животное прикидывается мертвым то есть какие-то периоды нашей жизни нам лучше не суетиться не отсвечивать да поскольку пища мало доступна и вообще как бы жизнь становится опасной поэтому лучше куда-то спрятаться и в общем-то просто посидеть там тихо ну и конечно хорошо если в эти периоды еще и можно экономить энергию а сон как мы с вами видели по крайней мере ортодоксальный сон там действительно снижается интенсивность многих метаболических процессов и снижается потребление глюкозы тканями и понижается температура понижение температуры это кстати тоже важно потому что многие хищники они видят в инфракрасном диапазоне и вот зверюшка который умеет еще и понижать свою температуру тела ну у нее больше шансов выжить потом действительно в эволюции многие жизненно важные функции вот может быть такие как глимфатика как очищение мозга от продуктов обмена отрубилась да и многие жизненно важные функции например очищение мозга от продуктов обмена они могли подстроиться вот под такие периоды неактивности потому что в этом состоянии их удобнее и эффективнее реализовывать это состояние больше для этого подходит но в принципе это не столько функции сна да сколько функции которые подстроились вот эти чередования сна и бодрствования подтверждение этой точки зрения да то есть это скорее такая вот точка зрения ну во-первых это да вот такая вот функция парадоксального сна которая в общем-то до конца не ясна но значение парадоксального сна наверное как-то более понятно вот в рамках вот этой вот теории адаптивной неактивности почему потому что если глубокий сон он больше нужен для того чтобы быть неподвижным да и при этом сохранять свою энергию то такие периоды сниженной сниженного уровня обменных процессов и пониженной температуре тела они ну как бы не могут продолжаться долго да либо это уже должна быть спячка либо нужно периодически как бы эту температуру тела повышать ну и также повышать уровень бодрствования да потому что из глубокого сна тяжело просыпаться периодически нужно переходить более активное состояние потому что ну мало ли там опасность какие-то ее признаки то есть в этом плане парадоксальный сон период такой вот активации мозга и когда мозг легко пробуждается они нужны для безопасности потом описаны случаи когда действительно достаточно короткого сна и даже у человека описаны случаи когда ну правда эти случаи они в общем-то связаны с какими-то патологическими процессами это при каких-то заболеваниях даже человек может несколько месяцев существовать практически без сна такой случай был описан Мишелем Жуве и это был его пациент у которого постоянно круглосуточно писалось полисомнограмма и объективно было подтверждено что на протяжении нескольких месяцев он не спал вообще при этом он нормально соображал это был пациент с Харией Марвана то есть в итоге он конечно погиб но похоже что вот эти вот эта бессонница причем многомесячная бессонница она как минимум не мешала формированию памяти и он нормально общался взаимодействовал с людьми Жуве даже описывает что он играл в карты и чаще всего выигрывал то есть какие-то основные навыки не были нарушены дальше среди животных случается и они не так уж редки мутации которые приводят к тому что сон существенно сокращается и даже у человека есть генотип короткоспящих таким людям достаточно четырех часов сна то есть по-видимому вот какие-то функции сна они могут быть либо консолидированы и реализовываться какие-то более краткие периоды либо может быть они даже могут быть как-то распределены среди бодрствования то есть это дает ну не то чтобы надежду да но по крайней мере тут можно подумать о том что слово в общем не так уж нам необходим в принципе осталось только немного эволюционировать да и пройдут еще какие-то там 50-70 миллионов лет и может быть мы как раз эволюционируем в то самое направление когда мы станем спать мало но пока это невозможно пока сон нам жизненно необходим спасибо за внимание я думаю что теперь можно перейти к вопросам спасибо 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 спасибо